Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это очередной выпуск по Майклабу. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про водивых пенальти, поэтому перейдите по ссылочке в описании, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Ну и также, друзья, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него тоже есть в описании, поэтому подпишитесь, пожалуйста. Давайте добьем вместе 30 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну, переходим к ролику. Ну что же, первый мячик на сегодняшний у нас выпуск, открываем за 250 монет Майклаба, посмотрим, кто нам может выпасть, три игрока, вероятность хорошая на черный мячик, либо хотя бы на золотой, и вот, отправимся мы с вами в Италию, черный мячик, внимание, это Лацо, и это Имобили, или кто? Надеюсь, нет, это Луис Альберто, это вообще замечательно, хороший цапник вроде, да? ЦПЗшник, 86-й рейтинг, неплохо, но посмотрим, как он у нас заиграет, еще в команде у нас Делакрус и Борхам Майораль. Ну что же, нам дали три игрока из Санпао, специальных там, 75% выпадения черного мячика, 8 футболистов, из них самых сокрытинговые, это Данялвыш и Вратарь, поэтому, ну, я отсюда только, наверное, Данялвыша знаю, потому что, ну, других абсолютно, правда, честно говоря, какой-то Диаго Коста, но это не тот. Все, будем сейчас пытаться ловить Данялвыша, если поймаем его, это будет просто топ из этих трех футболистов, ну, из восьми поймать вот Данялвыша, мне кажется, три попытки нам дали. Итак, давайте даже скипать будем сразу, ну, Игорь нам выпадает, 21-летний, кстати, футболист из Сан-Пауло, вторая попытка, я сразу, наверное, буду скипать, чтобы, ну, нам, действительно, там только Данялвыш, ну, я буду рад, если еще и Вратарь выпадет, 88-го рейтинга, Тчена выпадает, 28-летний бокс-то-бокс, ну, что же, последняя попытка сейчас поймали, мы пока что три мяча из трех, черных именно, поэтому посмотрим. И последняя попытка, два мячика черных мы подряд открыли, надеюсь, сейчас нам хотя бы золото не выпадет так под конец, и, конечно же, Диего Коста, про него я и сказал, ну, такие себе мячики сейчас у нас вышли, они чисто все пойдут в тренеров. Итак, снова у нас премиум-аген, три игрока, скорее всего, сейчас нам выпадет, опять же, серебро, но в любом случае, вы и так уже понимаете, что нам любые игроки нужны, чтобы их лишь бы преобразовывать в тренеров. Итак, отправимся мы с вами в Испанию. Серебряный мячик, Реал Валидолит, это Мичелл, центральный полузащитник, и у нас еще Кистана и Лолли. Итак, появился здесь такой интересный мячик, Фанчу из серии А-Тим, то есть фанаты, выбор какой-то, ну, я не знаю, что это обозначает, но здесь есть, лучше сначала покажу, 80% черный мячик, то есть нам это вообще в плюс. Плюс есть Крещен Роналду, хоть он у нас есть в команде, но было бы замечательно его поймать, вкачать его же в самого себя. Есть, конечно, вот такие вот, еще есть Феррер, Педро Перейра, всякие, ну, такого рода. Жалко, что Миранчука здесь нету, но есть Златан Абрагимович. Если мы бы его поймали, я бы его оставил бы у себя даже в команде, но посмотрим, посмотрим. Итак, мы открываем, естественно, за монеты Майклаб, всего лишь один игрок, 80% должен выпасть черный мячик, 80%. Смотрим, какие мы в процентов какую попадем, черный мячик, и это Златан Абрагимович? Это Милан, это Златан, ну, серьезно? Скажите, что да. Да, это Златан Абрагимович, отлично! Мы поймали Златан Абрагимович, я его даже, пожалуй, действительно оставлю в команду, в команде, не буду его вкачивать, мне просто нравится сам этот игрок, легенда просто футбола. И вот Златан Абрагимович переходит в нашу команду. Ну что же, снова нам дали этого премиум агента. Постоянно мы с вами в надежде, что из этого нам выпадет хотя бы золотой игрок, чаще всего нам выпадает оттуда серебро. Ну что же, посмотрим, куда мы отправляемся, наверное, в другой мир. Но это серебро, поэтому давайте скипнем. И это игрок Ярштайн из Бундеслиги, вот, за Герту вроде он играет. Ярштайн, Кадар и Митрита нам выпадают. Ну что же, друзья, у меня появились звездочки вот эти, поэтому мы сегодня будем с вами ловить, пытаться Лионеля Месси 97-го, вот, самый лучший из команды недели, остальные я не знаю. Ну, естественно, они пойдут в прокачку, но может быть кто-нибудь в виде исключения залетит ко мне в команду. Все, монета Майклаб, поехали. Мог, конечно, я 250 потратить сразу на трех игроков, но тут все-таки шанс выпадения Лионеля Месси намного больше. Мы отправляемся сразу в Испанию, это очень хороший шанс. Но это не Месси, это левая нога, это вратарь. Это вратарь, причем, Валенсии, нет, Севилии. Боно. Ну, Боно, вот так вот, Мараканец. Интересный, конечно, голкипер пойдет, естественно, в прокачку, наверное. Итак, вторая попытка в поисках Лионеля Месси. Если отправимся сейчас же в Испанию, будет вообще замечательно. А мы отправимся в Англию. Там есть Ван Бисако интересный. Ну, мы ловим Давида Луиза, как я понял. Да, Давид Луиза, это второй вроде игрок, 89 рейтинг у него. Ну, тоже интересный персонаж. И последний, третий мячик на сегодня. Именно в команде недели. Последняя попытка поймать Лионеля Месси. И мы отправимся в Испанию, и это маленький, но есть шанс. И снова нам выпадает Бонау. Вы серьезно? Да. Два Бонау из трех. Хотя там столько было игроков, которые нам могли выпадать. Причем же и тот же Лионель Месси. Ну, что ж, друзья, у нас десятый выпуск по Майклабу. Многие писали, давай, сыграю уже матч, пусть будет геймплей. Я сделаю так, каждый пятый выпуск по Майклабу у нас будет, это показ, так сказать, команды, какая у нас сейчас есть команда. Поэтому давайте вот поучаствуем. Legend Challenge. Вот там нам дадут скаута икону вроде, все такое. Вот. Нам надо обыграть Шанхай Сип Ге на звезде футбола. Мне кажется, это возможно, тем более вот таким составом. Смотрите, у нас Роналдо Мбаппе, который у нас как раз остался на один последний матч. Месси сотый уже. Иньеста, Бускец, Дебрюйне, Эрнандес, Мальдини, Пуйоль, Белерин, Ян Облак. Вот. Ну и вот такая вот скамейка Буну, кстати, вот этого одного я взял в команду к себе. Вот. Потом есть у меня Ибрагимович и также есть у меня Батис Кута. Я могу его сразу вот так вот взять. Почему я взял Ибрагимовича? Потому что, ну, интересен мне этот футболист. Сейчас Мбаппе доиграет свой один матч и закончится, и мы его уберем. И будет на скамейке запасных у нас Ибрагимович, а Батис Кута будет в старте. Так. Все, вот таким составом мы выходим. Интересно, на самом деле, прям состав такой собрался. Ну что же, посмотрим, получится или нет. У меня обыграет Шанхай СИБГ на звезде футбола. Итак, Газпром-арена. Зенит наш против Шанхай СИБГ. Интересные, на самом деле, команды сейчас у нас получились. Мбаппе, тем более, отыгрывает последний матч с нами. Поэтому посмотрим. И Мбаппе забивает. 29-я минута, наконец-то, получилось забить. Кельян Мбаппе пушечку свою расчехляет. И это 1-0. Я уже думал, сейчас наш Шанхай СИБГ докатает. И забить вообще не получится. Но здесь очень хорошо. И вперед еще прокинул, под самую перекладину забил. Мбаппе забивает дубль. Ну вот просто. Идентичные голы он получает. Прокидывает его немножко в сторону. И пушечкой своей вот забивает. И Лионель Месси даже забивает. Вот с такого угла вы просто посмотрите. Бекхама я выписал вместо Ньесты. И сразу же он записывает на себя ассист. Ну какой хорош, а? Мог и сам забивать. Я тут мог сейчас и ошибиться. И Месси мог не забить. Но шикарно. Сотый Месси забивает. Из такого приблизительно очень острого угла получается. Ну и Бекхам очень отлично. Здесь забежал. Смотрите. Здесь аккуратненько. И в касании еще и правой ногой. Бильярдный гол. Потому что чуть правее, чуть левее точно бы либо галки, либо штанга бы выручил. И все. 3-0. И все. Разгромная победа нашей команды. Естественно 3-0. Ребята молодцы. Теперь нам дадут сейчас скаута для легенды вроде как. Написано было так. Сейчас точно мы узнаем. Да, нам дают агента. Игроки первого уровня. Legends Worldwide Clubs. Ну отлично. Сейчас мы откроем. Естественно я понимаю, что мы скорее всего можем поймать абсолютно любую икону. То есть это даже самую хреновую. Ну кстати Мбаппе молодец. Провел свой последний матч за нас вот так вот изящно. Забив два мяча. Он покинул нашу команду замечательно. Теперь у нас Батистута будет в старте. Ну а Златан Абрагимович на скамейке запасных. Ну что же, эксклюзив. Нам даже написали. Давайте посмотрим. Давайте действительно посмотрим. 100% икона нам выпадет. И написано, что это черный мячик. Иначе замечательно. Накамура. Торрес. Ну это здесь тоже самое. Да, я бы Аршавина. Я все до сих пор хочу. Если даже хреновую икону, то дайте хотя бы Аршавина. Ну а так. Хотелось бы естественно Марадонну. Да и Кройфа бы в центр. Было бы вообще супер. Ну что же. Один. Единственный. Одна единственная икона. Один единственный футболист. Который нам сейчас и выпадет. И вот честно и интересно. Так, это правая нога. Вот на Кройфа очень похож. Чем-то он похож. Майкл Оуэн. Замечательно. 85-я икона. Которая мне нафиг не сдалась. Естественно, я ее сейчас вкачаю. Но хотя бы я говорил. Аршавина дайте мне. Он будет на скамейке запасных. Если что там. Крещану подменять. Но нет. Дали нам Оуэна. Ну что же, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok